В былые времена рок это была такая штука специфическая, более эзотеричная. Рэд, он, собственно говоря, сложная фигура и очень творческая. «Смерть Эдика», я бы сказал, напрямую связал с выходом его компакт-диска «Зюдро». Всем привет из Хрущевки, меня зовут Иван Бортников, я режиссер фильма «Там-там. Музыка смутного времени». И сегодня я с вами поделюсь большим, необрезанным интервью из этого фильма. Интервью Алексея Михеева, человека, который создал неповторимый там-тамовский стиль. Кроме того, он играл вместе с Эдуардом Старковым, лидером группы «Химера», культовым персонажем клуба «Там-там». Поэтому сегодня речь пойдет не только о клубе «Там-там» и внутренней кухне, но и об Эдике Старкове как о человеке. Однако, если вы не смотрели фильм «Там-там. Музыка смутного времени», не смотрите это интервью. Проходите по ссылке в описании, смотрите фильм и потом возвращайтесь сюда. Смотрим. Так, давай начнем с самого простого. Расскажи, пожалуйста, как ты узнал о клубе «Там-там» и о «Севе Гакеле». Когда я узнал о клубе «Там-там», клуб «Там-там» еще не существовал. Концерты еще не имели регулярной основы. Я был приглашен на концерт к «Севе». Я даже не знал, какому «Севе». Когда я пришел, увидел, что это «Сева Гакель». А изначально я думал, что это «Сева Новгородцев». Ничего себе к самому Новгородцеву. Ну, в то время я был фанатом группы «Аквариум». И, собственно говоря, на теме фанатизма по «Аквариуму» я и познакомился с той особой, которая меня вот привела. Вот она зовет меня. «Пойдем к «Севе» на концерт». Я говорю, «Ого, к «Севе». К «Новгородцеву»?» Говорит, нет, к «Гакелю». Я говорю, «Ну, еще лучше». Что «Гакель»-то я знаю. Велочеред группы «Аквариум». «Аквариум-то я люблю». Вот пришли в Василиостровский молодежный центр. Там так помещение называлось. И вот идет навстречу «Сева Гакель». А я молодой, я фанат. Я говорю, «Здравствуйте». И пожимаю ему руку. Он говорит, «Здравствуйте». И идет дальше. Вот так мы с ним познакомились. Чуть позже, когда я выпил уже бутылки две или три пива, и набрался храбрости, я подошел к «Севе» и говорю, «Сев, Влад, скажите, а вот как вот так вот, что вот такой вот офигенный такой вот рок, а вот тут интерьеры такие какие-то конторские, совковые и отстойные. Надо здесь сделать дизайн». А он говорит, «Ну, это же вообще Василиостровский молодежный центр, тут комсомольская организация своя есть». Как мы тут будем интерьеры делать? Никак нельзя. У нас пустили поиграть всего лишь чуть-чуть. Какое-то время спустя эти концерты стали более-менее регулярно происходить. Названия клуба еще не было, еще там-там и не было, но уже появилась какая-то торговля мерчендайзом. Под эту лавочку я рисовал гуашью постеры «Эксплойт», «Секс Пистол», «Гражданская оборона». Гуашью на «Ватмане». Там их тоже продавал, то есть как художник себе уже показал. Я же какие-то значки там выкладывал на продажу. И вот когда произошел пожар, вопроса, кому предоставить возможность стенки разрисовать, не возникало уже. Пожар возник в одном крыле, и это крыло было максимально обгорело, и было очень... То, что закопчено, там краска выгорела на стенках. А в противоположном торце, такого Г-образного интерьера, стеночки были чуть-чуть подкопчены, и такие весьма гладкие, на них было писать, рисовать гораздо проще. Ну, вот это каким-то образом повлияло на манеру жилописи. А то, что изображение имеет определенный смысл, я понял чуть позже. Я в этот момент читал Балавацкую, «Тайную доктрину», и там описывалось некое святилище, где, собственно говоря, стены и росписи имели смысловую такую нагрузку. Прям вот таймлайн такой. И я такой пришел в клуб, посмотрел на стенки, «О-о-о, ядрен батон, Елена Петровна, вы представляете себе, у нас тут то же самое». Вот так вот. Говорят, тебе кто-то помогал расписывать клуб там, действительно ли это так? Там в одном углу Эдик нарисовал пару метров. Ну, вот, собственно говоря, мы пошли до Кирова, где учился на барабанах играть Паша Литвинов, перкуссиониста аукциона. А в его комнатушке, где хранились его барабаны, собственно говоря, стояли банки с белой краской. Вот, Елена Гудкова говорит там, типа, вот, сходите за ключом. До Кирова там Паша репетирует. Вот мы с Эдиком пошли до Кирова, там несколько кварталов от Тамтама. И вот как раз вот по дорожке и бла-бла-бла, познакомились так поближе. Взяли ключики, вернулись, там достали эту краску и начали разрисовывать. И в одном углу Эдик, в другом несколько часов порисовали. Я говорю, блин, Ред, ты вообще не въезжаешь, отдай мне краски и кисточку. Я сам буду рисовать. И еще на другой стенке вышеупомянутый Паша нарисовал небольшой кусочек, квадратный метр буквально, а все остальное рисовал я. То есть вы познакомились с Эдиком именно вот в этот день? Ну, мы были знакомы, вот так вот. Ну, мы пожимали друг другу руки, знали, как друг друга зовут. А вот здесь мы провели вместе там несколько часов и вот уже бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот Ред сразу же такой раскрылся мне там про свою миссию космическую. Ну, у меня было очевидно, что он знает больше, чем я во всяких таких вот эзотерических вещах. И он прямо вылил у меня на голову целый таз информации. А кто в Тантаме был главным инсайдером? Человеком, который приносил новые идеи в коллектив? Ну, и в тусовку, в принципе. Нет, никто не был. Потому что была инградация по такая горизонтальная или, наоборот, вертикальная по возрасту. И как раз вот те, кто постарше, они как раз читали, может быть, розу мира, а к остальной это читали те, кто помоложе. А если брать по горизонтали, так уделения, были, значит, те, кто вели более-менее здоровый образ жизни и отъявленные наркоманы. То есть такая была такая достаточно структура жесткая и вот как-то каждый вводился в своей клеточке. Я даже сказал, что вот всякие вот такие вот эзотерические штуковины, они просачивались через пространство. Ну, не на уровне разговора, типа, вот там, а я прочитал такую книжку. Сидишь такой, и у тебя только к этой мысли в голову приходят. Не мысли, целый глюк такой конкретный, который там разархивируется, у тебя такая фигня, ничего себе придумал. в том числе кому-нибудь рассказываешь, такие, а, так это же вот это и это. А что это, это и это? Ну, есть такая книжка. Да ладно? Ну, вот. А Кастанады тогда только-только печатался и он как бы он выходил. Я просто с Кастанады познакомился вообще по еще журнальным публикациям. Его еще не издавали даже в книжном варианте. Самоиздат я не читал, а читал я его в журнале «Наука, религия». По-моему, так назывался журнал. Потом уже появился в мягкой обложке издательство «Нева» книжка с картинками Сергея Камболя, которые как раз очень сильно повлияли на мое творчество. Вот. И, например, на творчество Саши Штейна, который разрисовывал тоннель и Грибоедов. Вот. И поэтому такие возникали такие мысли, что это один и тот же человек разрисовывал все эти клубы, хотя разрисовывали разные люди, но информация вот как-то и села с одной стороны в воздухе и каким-то предыдущим поколением была инспирирована. Лабиринт — это, ну, самый, можно сказать, первая такая штука с ритуализацией пространства. Независимо от того, осознаем мы это или нет, мы движемся ритуально. То есть нам задана схема движения. Эта схема нас закономерным образом, то есть вот в формате лабиринта переориентирует относительно солнечного света, относительно электромагнитного поля Земли. Нам многие сказали, что без севы Гакеля клуб там-там существовать не мог. А как ты думаешь, мог бы существовать клуб там-там без севы? Вот я вижу, что вы живете в парадигме отдельных существующих людей. А это на самом деле разные пальчики одной руки. Понимаешь, о чем я? А оно так получается. Ты думаешь, у тебя есть свободная личность и что ты строишь свою судьбу, а да нифига. все стоим на одной доске и все фигуры ходят по определенным правилам. И если ты конь, ты не можешь ходить как офицер, например, слов, как называется. А если, например, ферзь, ферзь выполняет функции ферзя. И он, в принципе, ферзь на самом деле может ничего не делать. Он стоит, перед ним куча открытых полей, которые он бьет. А он просто стоит. Вот и Сева на самом деле он особо не руководил. Он просто присутствовал и создавал определенное поле. И в этом поле все такие опаньки чувствовали присутствие Сева. Ладно, такой глупый вопрос, но можно ли сказать, что от Севы Гакеля исходила какая-то особая божественная энергетика? Энергетика? Ну смотри, вот, как ты уже упомянул, что он вегетарианец, а само по себе правильно осознанное питание уже очень многое дает. определенные практики эзотерические, православные, но такой гатерик православного толка, православный йогин. Здесь о чем идет речь? О стремлении к Богу, да? Но фишка-то в том, что Бог-то везде и всегда, а есть определенный слой и определенных заблуждений, иллюзий. Когда ты этот слой устраняешь, для тебя становится явной истинной картиной мира. Ты понимаешь, что все идет по замыслу Божьему any way. Даже вот если ты всякую хуйню и говно творишь, это все равно Божий замысел. И когда ты об этом знаешь, ты очень близко к Богу находишься. А это в авторитете. Тебе смотрят на Севу, а Сева рядом с Господом. Авторитетная личность. Даже воровской авторитет в тюрьме, он тоже рядом с Богом находится. Он знает определенные моменты истины. Можно ли сказать, что Сева не стал заниматься дальше там-тамом, хотя мог бы за него побороться, просто потому, что он понял, что его миссия закончена? Да, абсолютно так. Я даже могу предположить, что в последнее время существования клуба Сева тяготился той картиной, которую он видел, потому что было понятно, что весь бурление жизни закончилось. и в принципе это не покойник еще, но вот такой же труп клубный, потому что демоны в него ходят, уже нет пульсирующей веселой жизни. Все разбежались по другим клубам, которые появились. Раньше их не было, все ходили в там-там. Потом появилась клубная культура, все из там-там и разбежались. Остались только демониуги. Кто были твои главные друзья в клубе там-там, с кем ты больше всего общался? Ну, главными друзьями вот был Эдик, Тима Земляникин, Дима Желонкин. Вот у нас была тусовочка, мы вместе музицировали по ночам иногда. Даже не знаю, как в этом сказать вслух, это же по телевизору будет показываться. Кустарным образом изготовляли наркотики и употребляли их, что, конечно, очень разрушительно сказывается на психике и на социальном облике человека. Это очень плохо, не делайте так. Вот нас связывала интерес к употреблению психоактивных веществ и совместному музицированию. И после того, как клуб прекратил существование, я общался и с Эдиком, и с Тимой, и с Димой. Как ты думаешь, почему такой тусовщик, как Тима Земляникин, в итоге ушел к Богу, теперь он православный человек, а Эдик Старков не смог вырваться из этого круга и в итоге закончил жизнь самоубийством? Слушай, в данном случае уход к Богу это не есть истинный уход к Богу, это на самом деле бегство, что есть такое понятие, как убежище и прибежище, от слова бежать, убежать и прибежать. То есть большинство людей, которые находятся в монастырях, они убежали от мира, от мирской жизни. А Эдик же на самом деле пришел к Богу, в принципе он к нему давно пришел уже, у меня даже что-то в песнях поэтому полу есть там. Эдик-то понимал свою сакральную миссию, все время об этом говорил, Тима Земельникин скажем так этой вещи коснулся тоже, не будучи мессией по своей структуре психической, вот он там пел, я там звездный мальчик с промоя Микки Маус, то есть он прикоснулся к миру архетипов и он как бы я думаю понимал к чему это ведет когда ты выполняешь такого рода миссию происходит саморазрушение и ты покидаешь эту планету где достаточно весело и непонятно что там с другой стороны но Эдик не мог этого сделать общего между ними на самом деле было достаточно мало потому что Эдик был очень творческая личность а Тима был просто есть просто была Боллка человек с хорошо подвешенным языком я вот сейчас могу представить что у него там Меркурий наверное был где-нибудь к дебе вот а Ред он собственно говоря очень сложная фигура и очень творческая то есть Эдик был подключен к этой астральной трубе и резонировал так эпохи можно ли словами выразить о чем поет Эдик Старков и в чем его главный месседж конечно бог есть любовь ну вот такая простецкая вещь потому что смотри взять его песенки там у него много песен про любовь я помню в жанале контркультура в третьем номере было интервью с Егором Летовым еще в те дальние времена ему такой вопрос дали в упор почему про любовь не поете он говорит ну как же не пою у меня все песни про любовь вернее про то как плохо без любви а у Эдика много песен про любовь и они в принципе если послушать то они почтят опять же все про любовь и у него была такая форма тяжелой музыки шумовой которая была актуальна для людей которые через другую форму это послание не получили не стали его принимать а так у них жужжит а слова такие бессознательные грошины зеленой водой дай на пицце а зеленый цвет анахаты анахатный цвет живительная влага бессознательного и когда там про зайцев и про всякие луги и сарафаны соответственно уже ты чувствуешь и привязку к какому-то эгрегору своему здешнему местному и о том что есть природа есть простые человеческие взаимоотношения нужно просто любить друг друга а как ты скинхеда еще об этом объяснишь все очень сложно тонко и постепенно происходит на самом деле есть в ведической культуре я даже не помню каких там упанишадах это все написано что господь даже без имен обойдусь господь есть тот кому жертвует процесс жертвования и сама жертва это все единый господь так же в данном случае эдик приносил себя в жертву для этой публики и через свою музыку и эта публика и ред и эта музыка как акт жертвоприношения это все единое скажем трехгранник такой получается субъект объект и транзакция между ними это все общая система и они резонируют все находятся в едином резонансе ну хорошо если эдик работал так сказать на такую скинхед аудиторию то наверняка были какие-то группы которые делали то же самое но для какой-то другой аудитории ведь в том тайме не только одни скинхеды тусовались были ли еще какие-то такие же группы которые действовали по такому же как эдик методу маршридер кунст но это совершенно другой слой потому что маршридер кунст так скажем будем называть вещи своими именами на такую мелкокриминальную гопническую тусовку более ориентированную люди у которых есть деньги есть например слушатели Эдуарда конкретно по тяжелым наркотикам проходились здесь больше по планцу и потанцевать уже можно так чтобы знаешь Пауль до сих пор еще живой недавно рассказывал мой гитарист когда пришел еще там-там совсем молодые и тут же встретил Пауля он подходит и говорит давайте драться а тот такой а мы не хотим ну ладно и пошел то есть люди не могли проявить нормальную любовь для них была любовь только дать друг другу поебальнику для них любовью было дать друг другу по лицу вот такое искаженное у людей мировосприятие резная музыка такая а те кто могли помацать не напрягаясь изнутри слушали музыку более расслабленную подвижение бедрами тот же аулахи days а второе музыка музыка шумовая неправда горaban там я играл это игре музыка в принципе, достаточно мало. А эта музыка настолько бессознательная. Это то самое белый шум. Что такое белый шум? Такая определенная радиоволна, абсолютно абстрактная, которая наполняет собой вообще на самом деле все мировое пространство и время. И это голос Бога, абсолютно безличностный голос. Ну, по поводу службы, я думаю, это, наверное, связано с тем, что мы все ходили в этих датских френчах замечательных и возникало ощущение, что у нас реально какая-то организация. Хотя, на самом деле, все это были такие игры на самом деле. Ну, игры, игры в секту. Мне вообще очень нравятся игры в секту, потому что это весело. Иерархия, она в любом случае присутствует. А вот в Индии до сих пор, вернее, сейчас как раз они отказались от системы, как сказать, кастовой. Но, на самом деле, она присутствует даже в западном обществе. Сложно перепрыгнуть через пару ступенек сразу же куда-то там наверх, эволюционировать, сделать шаг вправо-влево. И каждый занимает в этой пирамиде свое место. И даже если смотреть на фотографии Вилли Усова, где, вот, собственно, коллектив там-там инстаграфирован, там каждый же сидит, вот, стоит именно в том месте, которого он определенным образом занимает, занимался в структуре клуба. Но это абсолютно бессознательно. Понимаешь, бессознательное, властное над людьми, бессознательное – это Бог. Это 98 процентов жизни. Вот. И многие вещи, которые мы делаем, не давая себе в этом отчета, они подчинены определенной власти бессознательного. Сева просто, может быть, знал об этом. И он просто принимал все как есть. И казалось, что, на самом деле, он это управляет. А он просто меньше всего сопротивлялся естественному ходу вещей. Это чисто такой даосский подход. Не кажется ли тебе, что именно вот это увлечение веществами, которые расширяют сознание, в итоге и привело там-там к краху? Потому что именно из-за такой славы туда начали приезжать блюстители порядка. Естественно. Ну, смотри, дело в том, что наркотики употребляют огромное количество не музыкантов. Вот. И до там-тама люди варили перевитин и маковую настойку гоняли по венам в огромных количествах. Ну, просто они как бы были более менее рассредоточены в пространстве. Здесь как бы было нечто интересное, куда приходили эти наркоманы, которым было не лень оторвать задницу и прийти из дома в музыкальный клуб. При этом в клубе было огромное количество людей, которые не употребляли никаких наркотиков, вплоть до легальных. Я подчеркнул, существуют легальные наркотики, которые, в принципе, тоже продавались. И я думаю, что тот нездоровый интерес, который вызывали наркотики у людей, далеких от наркокультуры, он в первую очередь обусловлен не самими наркотиками, а определенными творческими вибрациями, которые исходили из этого места. Потому что творчество это такая вещь, которая разрушает общепринятые структуры. Как, например, когда экспрессионисты начали писать свою живопись, это была революция почище психоделической. Ну, они, там, абсцент пили. Но это, в принципе, наркотики, я сейчас, честно скажу, на самом деле, это вспомогательный инструмент, не первый. Это вспомогательный инструмент, и без него можно обходиться в творчестве. Но поскольку к творчеству тянутся люди, которые готовы заниматься саморазрушением, своим телесным, психологическим, соответственно, они готовы к наркотикам. И я на первое место наркотики не вынесу. Это здесь идет такая определенная подмена понятий, которая сделана профанными людьми для упрощения. Потому что я могу представить себе людей, занимающихся психотехниками, не подразумевающими наркотики, но которые будут производить такой эффект на людей, что люди будут говорить, эй, верните мне мою реальность, я хочу чувствовать себя спокойно. Возьмите того же самого Копперфильда. Он же так людям точку сборки двигал, что людям хотелось выпить водки и успокоиться. Я бы сказал даже по-другому, что многие люди употребляют наркотики для того, чтобы не заниматься творчеством. Они гасят себе творческие порывы, употребляя наркотики, в первую очередь легальные наркотики. Я вообще считаю, что легальные наркотики для того и легализованы, чтобы люди к Богу особенно не стремились, а оставались в бычьем стадном состоянии. Тебе не кажется, что Эдик Старков мог зачахнуть как раз вследствие того, что его место силы, в котором он обитал там-там, закрылось? Да, можно сказать так. Ну, с другой стороны, могу сказать, что ощущение, что место силы закончилось, было еще до того, как клуб закрылся. Когда появились другие концертные площадки, в которых начали сходиться как и группы, так и зрители, там-там начал выдыхаться и там уже стало меньше силы. А смерть Эдика, я бы сказал, напрямую связал с выходом его компакт-диска из U2, потому что было видно, что здесь программа отработана, архетипическая, и он все, может кидать эту планету. Есть замечательный фильм Александра Розенова, один из моих любимых документальных фильмов «Тормози свой паровоз». И он, я как понял, был снят как раз в тот момент, когда Эдик Старков повесился. Ты наверняка знаешь, что не вошло в этот фильм, ведь ты там один из главных героев. Практически это происходило одновременно. Фильм сам снимался и уже находился в процессе монтажа финального, когда Эдик повесился. То есть объем материала, последний фильм после кончины Эдика, вообще минимален. «Дри смеха» Ладно, давай пофантазируем, что бы произошло, если бы Эдик Старков не умер. Тебе не кажется, что он мог выпустить еще несколько отличных альбомов, таких же крутых и, может быть, даже круче, чем Зудва? Кем стал Курк Кабен для мира? Я думаю, что да, такое могло быть. Я думаю, что Рэд мог бы стать культовым рок-музыкантом, как, например, Тренд Резнер. То есть весьма андеграундным, весьма с интересными представлениями о музыке. Ну, саунд-продюсером, например, мог бы стать. Я могу себе такое представить. Я могу себе представить, что Борис Гребенщиков покинул свое тело в конце 80-х. Сейчас бы был вообще God-like, но он жив, он с нами, и все-таки аквариум. Последние пару лет я учусь в магической школе. Иногда даже моя жена посещает некоторые занятия. И, по большому счету, если посмотреть на эту тусовочку, которая там обитает, ну, это все взрослые люди на самом деле, то мы там все такие, ну, реальные дети. С легкой шизой и живем себе в очень таком сказочном, придуманном мире. Это офигенно увлекательно. Это похлеющие кинематографы и наркотиков. Но это отъедает конкретно тебя всю твою жизнь. Ты не можешь жизнь посвящать культуре потребления. И Эдик жил в мире волшебном, магическом. Ему на вот эту реальность, в которой живет большинство людей, было, ну, не то, чтобы начихать, но смирялся с тем, что вот она и существует. И опять вернусь к христианству, там есть такая аллегория, как Царство Небесное. И оно внутри нас, об этом говорится в Писании. И достаточно повернуться к князю мира сего, к его княжеству в свои задницы, а берутся внутри себя, ты будешь жить в Царстве Небесном, где очень интересно. Это не тупо зеленые лужки там, хотя там, может быть, зеленые лужки тоже присутствуют, но там может быть все, что угодно. Ты можешь создать свою реальность сам. Достаточно понять, что ты бог этого мира, ты его творишь. Но он жил в своем совершенно магическом мире. В клубе Там-Там ты играл с Эдиком в двух командах. Насколько я знаю, это Асталависта и ее записи я слышал. И была еще вторая группа, которая называлась «Гностики». И вот как раз ее записи я найти нигде не могу. Можешь рассказать, что это была за группа «Гностики» и где вообще записи-то найти? Ну, я думаю, что вначале нужно сказать, что такое гностицизм. Гностицизм – это то христианство, которое проиграло, скажем, тренд апостольскому христианству. Гностицизм – это истинное христианство. А апостольское христианство – это то христианство, которое замутил апостол Павел, который не был преимущеником Иисуса, а был римским легионером, омоновцем, который там прессовал христиан, его как-то накрыло совестью. Ну, будучи качественным администратором, он сумел создать такую структуру, которая к XIV веку уничтожила все истинное христианство и практически всю литературу, посвященную этому. Только небольшое количество книг осталось в папской библиотеке. И в 50-х годах XX века две библиотеки были раскопаны в Средней Азии, ну, не вернее, в Средней Азии, а вот в Израиле и в Египте. Кумранские рукописи и рукописи на Кахамади. Откуда стало известно, что Иисус не сам все придумал, а был членом секты Есеев, и те постулаты, которые он продвигал в мир, были известны за 200 лет до него, но вот есть документальные свидетельства этому. И вот, были гностики, были валентинианцы, были манихейцы и катары, были истинные христиане, и вот есть апостольская христианская церковь, которая существует сейчас. Гностицизм, в принципе, можно сравнить с тантрой. И весьма такое было анархическое учение. Если кому-то не лень почитать будет Филиппа Конрада Дика, там в его последних книгах очень много по этому поводу написано, в весьма таком художественном стиле. И про психотерические грибочки там тоже речь идет. Неспроста Святой Дух не сходил на людей. Вернусь к проекту Гностики. Ядром проекта Гностики были я и Эдик. Эдик играл на барабанах, я играл на бас-гитаре. В какой-то момент к нам подключился Юра Прокопан. Мы сыграли два или три концерта всего. Но где-то есть магнитофонная кассета с записью одного из концертов. По-моему, Юра Отопков или Отопков. Такой вот ужасно болтливый молодой человек. Он выкупил у меня всю мою компакт-кассетную коллекцию. И вот эта запись у него присутствует. Ну, это был что-то такое безумное минималистическое и психоделическое. Потому что с приходом Прокопана у нас получилось, что мы играли в две бас-гитары и барабаны. Ну вот, да, это был точно такой плашной ритм-секции. В одном из концертов в клубе Гора Концерт состоял из того, что я играл на барабанах, я играл на бас-гитаре, а Юра весь концерт пытался вставить джек просто в свою бас-гитару. То есть, это было как-то так достаточно смешно. Нет слов, я сам понимаю. Можно ли сказать, что вот эти частые импровизации, которые происходили среди тусовщиков Тамтама, были похожи на какие-то ритуальные шаманские песнопения и являлись скорее выплеском энергии, нежели полноценным обдуманным творчеством. Да, да. По этому поводу у Марка Алмонда есть какое-то такое высказывание, что что дал панк-рок человечеству? Что каждый имеет право быть на сцену и сыграть как умеет. Потому что, если брать американский рок, это, в принципе, рок коммерческий в том плане, что это была музыка, обслуживающая зал, где люди бухают. Поэтому эта музыка должна быть приятной тем, кто там бухает. А английская волна это, то есть, нам насрать, что вы испытываете по поводу того, что мы играем. И как раз там-там был таким местом, где людям давали возможность просто стравить какое-то напряжение через шумовую агрессию. А как она была оформлена, насколько технически правильно, это было не очень важно. Я слышал неоднократно такое мнение, что многие музыканты предали идеологию там-тама. И мне часто приводят таких артистов, как группа «Пилот» или «Король и Шут», мол, они стали популярными, стали играть потребительскую музыку и ушли от того, что пропагандировал клуб «Там-там». Как ты считаешь, действительно ли это что-то плохое, играть популярную музыку для большого количества людей? Здесь вопрос, на самом деле, стоит в том, что такое хорошо и что такое плохо. Мне так кажется. Дело в том, что шумовая агрессия, такая бессознательная, она имеет определенное свое место в системе развития культуры. И это место очень небольшой объем занимает. И человек в своей эволюции, он проходит разные этапы. Ну, подобно змею сбрасывающей время от времени кожу. И подобная музыка, она как раз является некоторым таким сбросом напряжения между этими переходами от одного уровня на другой. Но человек эволюционирует, и через какое-то время такой примитив, он уже становится ненужным и бессмысленным. В большом счету любой хороший джазмен в состоянии сыграть офигенный нойз. На таком уровне, что даже где этот рандомайзер там у него включен, не ощутить. Потому что реально нойз. Абсолютная звуковая анархия. Саша Емельянов, такой известный джазовый барабанщик. У него тут была своя барабанная школа в Там-Таме. И вот мы подкатили молодые такие все панки к нему. Мы говорим, вот ты, Саша, там весь такой джазмен такой на пальцах и понтах. А ты вот-вот-вот так вот можешь, вот так вот тяжело и конкретно. Говорит, да. И тут же они выходят на сцену, потому что какая-то группа не пришла. Как правило, опять же, собрался джем. Ну, скажем так, из более взрослых музыкантов джазовой школы. И они нам сыграли такое министре. И нам сыграли такого робо-зомби, что мы все сидели и резко скучали. Потому что мы понимали, что технически грамотный музыкант может сыграть анархию. Ну, анархист, блин. Это такое замечательное сравнение. О том, что ты можешь физика-ядерщика научить штукатурить стены. Ну, вот Узбека, блин, ты вряд ли подпустишь. И поэтому я думаю, что абсолютно нормально, что люди взрослеют, осваивают музыкальные гармонии и в состоянии дать качественную потребительскую музыку. Вспомни, пожалуйста, тот момент, когда ты понял, что клуб Там-Там закрыли. Какие эмоции ты испытал? Что ты почувствовал? Я чувствовал какое-то определенное облегчение. Потому что, в самом деле, уже надоело. Лучшие дни уже остались позади. И я конкретно просто ходил на работу. Вот так, по чесноку. Я думаю, Сева, по-моему, был в таких же чувствах. Единственное, кто там бегал и носился, это Лена Гудкова. Ну, нет. Я там в шахте требовал проявления гнева. Хотя мне кажется, что она там тоже слегка играла. Но естественный процесс пришел к своему концу. Ну, да, да. Определенное такое вот, ну, что-то такое слезливое, было печальное. Но вот у меня не было какого-то грубого такого резкого протеста внутри меня не возникало. Он был такой, я уж не понял, какое-то время, года-то было. Но я помню, что снежок был такой, было так, достаточно тепло, низкое давление. И я чувствовал себя достаточно комфортно. Я так думаю, аааа. Это вот, наверное, вот, знаешь, вот ощущение такое вот. Я неоднократно сталкивался с ним, когда думал о смерти. Когда начинаешь думать о смерти, у тебя возникает сопротивление этому чувству. Такой, ааа, нет, я не хочу умирать. А потом, ну, начинаешь работать с этой темой, думаешь, ну, это неизбежность. Умирать нужно, ну, с чувством собственного достоинства. И когда эта вещь к тебе приходит, ты такой, фу, вдруг выдыхаешь, напряжение у тебя отопадает такое. Смиряешься со смертью, обретаешь в этом большой ресурс. Нет, то есть, когда вот этот атам-там закрывался несколько раз. Несколько раз мы были уверены, что сейчас клуб будет закрыт. Мы испытывали очень сильное напряжение по этому поводу, такой нервный тремор. Потом, когда он не закрывался, мы, конечно, выдыхали все. Но оно где-то уходило в глубь, это напряжение, все равно существовало. И когда наконец-то произошло, чувство облегчения присутствовало. Тебе не кажется, что после 90-х годов контркультурная повестка, она ушла из музыки. Ее практически нету, и очень мало людей создают что-то свое. Или у тебя какой-то другой взгляд на это? Я думаю, что это общая мировая тенденция. Ну, во всем мире так. Потому что если взять какую-нибудь современную музыку, актуальную, которой тогда не было, ничего нового же не появилось. Потому что взять какой-нибудь инди-поп какой-то, Шу Гейсон, он уже тогда был. Правильно? Если взять тот же самый там Сладж, Стоунера, но это вообще из более ранних времен еще. Все просто в былые времена рок это была такая штука специфическая, более эзотеричная. А сейчас это просто стало частью культуры. Количество музыкальных коллективов огромное. То есть люди, которые в них играют, их очень много. Ну, это просто правило хорошего тона в молодости поиграть в какой-нибудь группе. Мне так кажется. И то, что сейчас играется, оно прямо очень такое качественное, сочное, вкусное. Я с удовольствием слушаю современную музыку. Получаю удовольствие от нее. Я вижу, что мест силы стало значительно больше. И они стали гораздо более разнообразными. И сейчас сила ушла в те места, где люди не употребляют наркотики. И если нам, во-первых, можно было раньше говорить о нескольких стоящих вершинах там, цветочных. Сейчас просто огромная такая щетка. Их стало гораздо больше. Они, может быть, в меньшей степени проявлены. И сейчас это, как правило, какие-то даже не столько эзотерические, сколько телесно ориентированные тусовки, тантрические, массажные, психотренинги. И в очень небольших случаях там гораздо меньше искусства как такового. Там есть какие-то элементы театральщины, ритуала. Там есть музыка. Но это все гораздо более выровнено по горизонтальной линии. Есть какие-то такие вспышки, мощные выбросы энергии. Например, какой-нибудь семинар тантры. Вот там проходит два дня, и в конце ко второго дня – атомный взрыв. Потом психоп разбежались. Но там, по большому счету, дискотека для взрослых. Люди пришли, попрыгали, пообнимались, спели дружно «Ом». Всем стало хорошо. Вот этот надрыв такой через… Что такое рок-музыка? Это освобождение человека от травмы через творчество. Творчество само по себе. Это психогигиена. Во многих случаях конкретно токсичная. Вот человек наслушается всякого дерьмища. Потом идет и вешается. Или режет себе вены. Потому что вот он находился под действием такой музыки. Ну, это такая токсическая музыка. А вот была же уже черта такая. Коллектив такой. Токсические отходы. Вот яркий образец такой музыки. А сейчас пошли люди, позанимались целесно ориентированными какими-то практиками. Ну, там, может у них там были элементы какой-то игровой, театральный. Друг другу рожи разрисовали. Сказали какие-то странные слова друг другу. Их опустило. И им уже не нужно бить витрины, лезть на полицейских с арматурой. Они освободились от негатива гораздо более экологично. Сейчас стало гораздо больше экологичности. Потому что огромное количество тех людей, которые не умерли в 90-е от наркотиков, они освободились от этого дерьмища. И реально сейчас учат людей освобождаться от дерьма ненасильственными способами. Не травмируя себя и окружающих. В другое время живем. И то, что было в 90-х, и то, что было в 70-х, 80-х в Америке, в Европе, этого уже не будет нигде. Ну, не знаю, может там. Вот в Южной Африке. Просвещение, как освобождение от неведенья, уже очень сильно охватило эту планету. Есть, конечно, определенные слои населения, которые будут нести, скажем так, печать дьявола, идущую из поколения людей, живших до этого, по кармическим причинам. Искупая карму рода. Как правило, эти люди занимаются криминальной деятельностью, экономической преступностью и развязыванием войн через свое участие во властных структурах. Но в связи с тем, что неведенье разрушается через все больше и больше прозрачность общества и количество доступности информации, качество доступности информации, неведенье, как затемнение перед истинным взором, оно все истаивает, истаивает. И реально наступает конец времен, когда пройдет какая-то смена парадигмы существования вообще. Я думаю, что неправильно жить будет нереально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова